В Турции продолжается расследование теракта в Анкаре. Дела шестерых подозреваемых в организации взрыва на вокзале переданы в суд. Двоих, правда, уже отпустили на свободу, а четверо взяты под стражу. Напомню, взрыв в турецкой столице прогремел 10 октября. Тогда погибли 102 мирных жителя. Тем временем по всей стране проходят акции в память о погибших. Даже спустя 10 дней после теракта люди продолжают приходить на вокзал, чтобы почтить память погибших. Здесь все напоминает о том страшном дне, который унес жизни более сотни человек. Здесь можно увидеть известных политиков, депутатов парламента, членов семей погибших. У всех одна цель – высказать свой протест угрозе терроризма и экстремизма. Мы против каких-либо проявлений терроризма и осуждаем его. Взрыв в Анкаре прогремел в преддверии парламентских выборов. То есть кровопролитие может приобрести политический окрас. Значит, кто-то заинтересован в подрыве нашей стабильности и благополучии нашего государства. Мы должны противостоять этому. О погибших скорбят и в Стамбуле. Жители района Кадыкой вышли на улицы, облачившись в черные одеяния и с портретами в руках. Свечи здесь зажигать не стали. Вместо этого в небо запустили сотню черных шаров с именами невинных жертв. Подобная террористическая атака, которая произошла в столице, имела место и в других городах мира. В Мадриде, Париже и в Москве терроризм угрожает всему человечеству. Мы в очередной раз призываем мировое сообщество объединить усилия в борьбе с террористическими группами. Увеховечить имена погибших на мемориальном плите и переименовать привокзальную площадь в Анкаре. С таким предложением выступила турецкая оппозиция. По их мнению, это станет напоминанием для потомков об одном из самых трагических дней в истории страны. Азиза Макулбаева, Ержан Жунус, Седат Денли, Турция, 24 ГИЗ.